Пресс-конференция главы государства – событие, вызывающее активный интерес у жителей страны. Президент в своем обращении с журналистами по традиции затрагивает темы стратегического, социального и экономического значения, являющихся приоритетными в развитии страны. В Национальной библиотеке Республики за ходом разговора Владимира Путина представители всех министерств и ведомств, волонтеры и активисты. Сопредседатель регионального штаба УНФ Мадина Барханова услышала на пресс-конференции вопросы, которые представляют для нее особый интерес. Мне, например, конечно, как врачу понравились вопросы, касающиеся здравоохранения. То, что вот и демографию сейчас буквально обсуждают, да. И вот тот ракурс вопроса, то, что на развитии здравоохранения дополнительный объем финансирования, там более 550 миллиардов дополнительное финансирование здравоохранения в следующем году планируется, это говорит о том, что будет заметное развитие, и, наверное, это первичное звено в основном будет улучшаться состояние первичного звена. Я думаю, что каждый сегодня, кто сидел здесь, услышал интересующие его ответы и касаемо нашей страны, и касаемо внутренней и внешней политики. Ну, я думаю, что такой живой и интересный диалог был. Вот несколько вопросов для себя я, конечно же, взяла на заметку. Скажите, какие? Вопрос по поводу Украины, Луганска. Все-таки мир – это, по-моему, на сегодняшний день самое главное, что должно интересовать и что интересует нас всех. Образование здравоохранения – внешняя и внутренняя политика государства. 15-я конференция не обходит острые вопросы, имеющие особое значение для страны и для ее жителей. Историк-архивист Весенгирей Тангеев считает, что президент, отвечая журналистам не только российских, но и зарубежных СМИ, был лаконичен и понятен, учитывая, что многие вопросы носили спорный характер. Это фирменный стиль разговора Владимира Путина. Корреспонденты телевидения, радио, газет, журналов задают вопросы не только касающиеся достижений, успехов, но прежде всего какие трудности, какие проблемы волнуют граждан России. Это и вопросы, касающиеся развития экономики нашего государства. Вопросы, связанные с политикой, социальной политикой государства. Медицины, образование. Это вопросы, касающиеся внешней, внутренней политики. Вопросы, связанные с аваруспособностью страны и боевой мощи вооруженных сил. Но мне, как человеку, как гражданину нашей республики, импонирует то, что глава государства не обходит острые вопросы, не пытается сгладить как-то трудности, проблемы, которые существуют на пути нашего движения вперед. На большой пресс-конференции уже во второй раз прозвучал вопрос о пенсии. Член ревизионной комиссии ОНФ Руслан Халухаев уверен, поддержка пенсионеров гарантирована президентом. Когда задали вопрос о пенсионной реформе, что много толков, то, что принято или будет еще меняться реформа, он сказал конкретно, никаких вопросов, связанных с новой реформой, не будет. А то, что имел некоторые вопросы, связанные с накоплением, это, говорит, рабочие моменты Минфина России всего лишь. Это многих успокоило. После главного события собравшись обсудили основные тезисы пресс-конференции. Лина Цычоева, Джамалил Томасханов, Новости 24.